Добрые люди И не только ей, но и десяткам других ребяток, у которых судьба схожа с судьбой Эвелины. Когда-то их мамы решили, что эти дети не должны появиться на свет. И именно Алексей Васильевич отговорил их от этого страшного шага. Это сейчас Татьяна не мыслит себе жизни без маленькой Линочки. Глядя на нее, я впервые поняла, что означает по-настоящему растворяться в ребенке. А ведь всего полтора года назад она была очень близка к тому, чтобы совершить чудовищную ошибку. Первый момент я подумала, я не потяну. Я не потяну ни по здоровью. Не дальше? Ну да, мне было очень страшно. Меня уволили, сказали, нам нужны люди, которые будут работать. Я говорю, так бесчеловечно. Я буду с вами судиться. Он говорит, у тебя не хватит ни денег, ни ума. У нас только три юриста. А родители у вас есть? Мама говорит, у нас уже свой распорядок дня. Мы люди пожилые, мы днем ложимся спать. И вообще только ответственность мы на себя не возьмем. Было такое, знаешь, когда глубоко нырнешь, холодная вода, темно, и закладывают уши, и потом больно становится. А вынырнуть уже не знаешь, куда нырять, потому что не знаешь, куда вообще дернуться. И в таком состоянии вы жили? Я задыхалась. Мне было очень страшно. В приступе отчаяния Татьяна уже не понимала, что творит. Ведь этот ребенок, он, по сути, был дарован ей Богом, вопреки всему. На протяжении 20 лет врачи уверяли Таню, что у нее не может быть детей, долгих 20 лет. Наконец, она и сама поверила в это. Слова врача, к которому женщина пришла на прием, жалуясь на недомогание, стали для нее шоком. Она мне делает УЗИ и говорит, вот головка, вот ручки. 14 недель. Да что? Да, я сижу, у меня страх, паника, 40 лет. Как жить с этим чудом Татьяна не представляла. До роковой ошибки оставалось совсем чуть-чуть, когда в жизни Тани появился Алексей Васильевич. Он руководитель благотворительного фонда, куда Татьяна даже и сама уже не понимала, зачем обратилась. Она уже не верила ни во что и никому. Они мне сразу выдали 5 тысяч по 10 рублей. Вот такая пачка. Да. У меня затресли сроки, я стала плакать. Я говорю, это подать, 500 человек, несли по десятке. В церковь, я говорю, я не могу их взять, вы все у вас. Не плачете. Я говорю, не буду я эти подать и брать. Нашелась, руки, ноги есть. Ну так если некому помочь, почему не взять? Татьяна, скажите, вот нужна она вам была, эта помощь? Или это вот капля в море? Вот объективно, то, что они делают. Объективно это было все на тот момент, что у меня было. Таня поняла, она не одна. Есть человек, которому не все равно. И она поверила Алексею Васильевичу. И не обманулась. Он слово свое сдержал. Я тогда была взвинчена, агрессивна. И, в общем-то, нетерпима. Потому что мне действительно было как-то все безнадежно. Действительно очень тяжело было. И поэтому, когда он... Я ему там тысячу но, десять раз каких-то резкостей. Он спокойно выслушивал, возвращался. И вот прямо он меня водил, расслаблял, объяснял. Вот, понимаете, он часа четыре на меня на три потратил. Вот как бы он не дал мне уйти вот это вот... В таком состоянии. В таком состоянии, да. Вот он абсолютно вот как бы вот говорил, говорил, обволакивал. А вот вы теперь уже как молодая мама. Что вы можете сказать тем девочкам, которые размышления, делать аборт или нет? Вот в виде, да, какое чудо потом получается? Оно того стоит, это чудо. Ведь правда? На самом деле все не так страшно. Из разговора с Татьяной я узнала, что Алексей Васильевич сам из Екатеринбурга. Но большинство времени проводит в Москве. Здесь же живет и одна из его дочерей. Татьяна посоветовала мне с ней встретиться. Вот в этом доме находится импровизированная реставрационная мастерская, в которой работает Татьяна, дочь Алексея Васильевича. Пойду знакомиться. В профессию Татьяна пришла не сама по себе. Выбрать путь не просто творчества, а осознанного духовного творчества Таню сподвиг папа. А папа вас строго воспитывал? Я знаю, что у пятеро детей. Нет, он не был. Даже не кричал никогда на нас. Какое он в воспитании? Вы сейчас просто уже как мама сама должны знать. У него самое строгое наказание всегда было. Он так вот серьезно посмотрит, скажет Татьяна. Вот именно таким тоном, и именно таким, ни громче, ни тише. И это было самое жуткое наказание в жизни вообще. Не дай бог, папа так сказал это все, значит, провинился очень сильно. А когда у него, если вы были свидетельницей, а вы наверняка все-таки были свидетельницей того, как зародилось в его душе вот это стремление к благотворительности? Ну, он же не так, он не резко пришел к этому. Так, как бы, видимо, постепенно, поэтапно. Сейчас трудно поверить, что были в жизни Алексея Васильевича моменты, о которых ни он, ни его семья не любят вспоминать. Я не стала лезть в душу и расспрашивать Таню о подробностях. Но если сказать в общем, лихие девяностые перемололи судьбы многих людей в нашей стране. Надо было как-то выживать, кормить семью. Алексей Васильевич не сломался, но очень устал. И решил уйти в монастырь. Ну, не жить при монастыре не как монаха, скажем, как паломник, как послушник, вот так вот. То есть, я так понимаю, наверное, просто, может быть, почву под ногами потерял. Но он там жил, то есть он туда прям переезжал? Он там какое-то время жил без семьи. А как отнеслась к этому мама? Потому что это же такой шаг. Тяжело маме было, конечно, было маме тяжело, да. Ведь это еще надо принять. Понять этого человека. Ну, я думаю, с этим проблем не было. Поняла? Я думаю, да. И долго он пробыл? Больше года, наверное, вот так вот. Или около года вот так вот. Как вы думаете, Таня, почему ваш папа выбрал во всей огромном спектре благотворительности именно это направление, помогать женщинам убежать от аборта? Во-первых, он сам жил в многодетной семье. Вот он самый младший был в многодетной семье. Примеров хватает. Когда он жил, не жил, а, скажем, уже работал, да, уже работал, помогал при монастыре, там все. Вот. Вот он познакомился с отцом Максимом. Отец Максим как раз занимался этой проблемой? Да, 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 да. Вот. И как-то они поговорили, обговорили, нашли общую тему, общие интересы. Вот. Какие-то идеи новые появились. Встреча с отцом Максимом произошла в Екатеринбурге, где жил Алексей Васильевич. Шаг за шагом они вдвоем создали благотворительный фонд помощи женщинам, оказавшимся в безвыходной ситуации. Начинали в Екатеринбурге, потом постепенно добрались до Москвы. Теперь Алексею Васильевичу приходится жить на два города. Конечно, чаще всего он здесь, дома редко бывает. Ну, а как там мама, братья и сестры? Скучает, конечно, но с другой стороны, прекрасно понимает его. Вот, и поддерживает, мама всегда его поддерживает во всех ситуациях. Ведь мог бы в Екатеринбурге сидеть и там тем же самым заниматься, например, но приходить каждый вечер домой. А здесь получается человеку вот такое некое отрешение от всего. Может быть, но я знаю. Заради чужих людей, не заради вас. Ну, я думаю, это не мне решать нужно этот вопрос. Это скорее вопрос мамы и папы. Я знаю, да, что она может и покричать, и поругаться, но, в общем, она не против этой деятельности. Ну, конечно, скучает, да, конечно, не хватает папу очень часто дома. Ну, надо, значит, надо. Татьяна посоветовала мне познакомиться с отцом Максимом Обуховым, потому что именно он когда-то пригласил Алексея Васильевича в Москву. Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте. Меня зовут Ульяна. Спасибо большое, что вы согласились. Но у меня к вам несколько вопросов. Пройдемся? Ну, конечно, первый. Как давно вы знаете Алексея Васильевича? Ну, я его еще знаю с 90-х годов, сначала 90-х годов. А при каких обстоятельствах вы познакомились? А я даже не помню. Кажется, что давно уже. Давно так давно, что я не помню, как. Как будто бы всю жизнь. Да. А как вас привела судьба, или, не знаю, ноги, к тому, что вы обратили внимание на такую страшную проблему? Ну, видите ли, мы это начали с 93-го года. Сначала поставили задачи достаточно скромные, начать распространять литературу, посвященную опасности абортов, опасности убийства, нерожденных детей, в очреве матери, в защите жизни. То буквально через год я понял, что я не могу остановиться. Потому что если я остановлюсь, то абортов будет больше. Но сразу мы почувствовали ответ со стороны общества. Стали приходить люди и говорить, вот ребенок, вот он родился благодаря вашей листовке. А что вы делали? А, просто листовки. Да. Даже благодаря этому? Да, благодаря этому. Это все начиналось с просветительской работы. А в 2000 году стало ясно, что недостаточно одной просветительской работы, хотя она, я думаю, что самая главная. Но и одного местного небольшого фонда в Екатеринбурге оказалось мало. Выяснилось, что потребность в помощи моральной, материальной, любой, хоть какой-нибудь, настолько велика, что необходимо было срочно открывать отделение и в других регионах. У женщин, у которых прежде просто не было выбора, потому что не было даже минимальной поддержки, появилась точка опоры. Результат вместо сотен абортов – сотни смеющихся детских лиц. Один случай, помню, очень ярко запомнился. Какой-то крестный ход шел. Мы идем, священники с хоругвами в полном облачении. И вдруг подходит ко мне одна семья, и мальчик где-то лет семи. Они с ним подходят и говорят, помните, мы к вам подходили, нас заставляли делать аборт, говорили, что он уродом вырастет, что он уже умер в утробе, что уже там все ничего. И они, значит, с мальчиком, вот смотрите, в школу уже пошел. Чем должен таким обладать человек, а я сейчас беру в частности Алексея Васильевича, который закрыл все для себя, всю ту жизнь и полностью отдал себя благотворительности? Любой человек, когда он приходит к вере, он в каком-то смысле переступает некую черту – жизнь до и жизнь после. Батюшка, а зачем он это делает? Зачем ему это нужно все? Ну, видите ли, есть разряд людей, для которых это образ жизни. Одни не могут жить без футбола, одни не могут жить без домашних животных, например. Да, вот есть люди, которые не могут жить, чтобы не творить какое-то добро. Батюшка, а вот у меня еще вопрос по поводу врачей. Ведь они получаются соучастниками. Да, но соучастников всегда несколько. Это, в общем-то, такое, знаете, групповое убийство. А с ними вы не пытаетесь общаться или они не звонят? Здесь тоже, вы знаете, сложно. Потому что существует подход такой, я считаю, что он неправильный. Это проявление агрессии по отношению к врачам, которые делают аборты. Агрессия бесплодна. Нужно системно, аккуратно проводить миссионерскую разъяснительную работу с врачами. И, ну, как бы, помочь им покаяться. И есть врачи, которые действительно отказываются от аборта. Их довольно много. В этой части программы я планировала взять интервью у врача-гинеколога, который отказывается делать аборты. Вернее так, он не просто отказывается, а он отговаривает женщин, которые пришли к нему на этот страшный шаг. Но из 15 человек, которых я обзвонила, ни один не согласился дать мне интервью. Они все боятся быть уволенными. Делайте выводы. Раньше женщинам, которые оказались один на один со своей беременностью, приходилось ехать в специальные центры, открытые при благотворительном фонде. С недавних пор все стало гораздо проще. При фонде заработала общероссийская горячая линия. Звонок с любого телефона из любого региона на нее бесплатный. Сомнения, отчаяния, страхи женщин, которые стоят на краю пропасти, стекаются в общий компьютер и перенаправляются на телефоны психологов. Ежедневно и круглосуточно эти люди выслушивают истории чужих сомнений и боли и помогают сделать женщинам единственно правильный выбор. А с чем это связано? Здравствуйте. Вы не хотите связывать жизнь с этим человеком, и это ваше право. Но ребенок – это третья жизнь, которая сейчас уже потихонечку растет внутри вас. Вы не хотите оставлять этого ребенка, потому что вы боитесь реакции родителей? Ну, если они вас любят, тогда я думаю, что они примут это известие. Может быть, сразу будет бурная эмоциональная реакция. Ну да, потому что маме и папе очень трудно перейти на другую ступеньку. Они считают вас девочкой, а теперь вы приедете и скажете, что вы сама будете маму. Ну хорошо, Ирина. Вы, пожалуйста, возьмите какой-то перерыв, не спешите с этим решением, подумайте. В любое время вы можете позвонить нам. Мы работаем каждый день. Всего доброго. По разговору я поняла, что Елена – это вы. Да. Даже погода плачет от таких разговоров. Почему я вас застала на улице? То есть это нет какого-то помещения? Вы можете разговаривать где угодно? Ну, в офисе маленькое помещение. Мы стараемся разговаривать где-то, обособить себе помещение. Это либо дома, либо у кого-то есть кабинеты, и ведем прием там, чтобы не мешал никакой шум, посторонние звуки. Потому что иногда, когда человек работает со своими чувствами, то это важно, чтобы... А может быть, сейчас мы перейдем все-таки в офис? Да, давайте пойдем, конечно. И вы мне все расскажете. Хорошо. Удивительная погода, правда. Только что дождь, и сразу опять солнце. Ну, что лето. А может быть, потому что мы прекратили этот разговор? Или может быть, потому что девушка все-таки настроилась на хороший лад? Я как раз сейчас про это подумала, что очень часто, когда возникает такая ситуация, женщины воспринимают это как вечный дождь. Как будто не будет солнца. А солнце потом светит. Елена, а вы давно занимаетесь этим? Нет, не очень. Мечтала заниматься давно. Мечтали даже? Да. Когда-то попала... Сама была беременна. Попала в стационарное сохранение. По иронии судьбы, в этом стационаре лежали женщины после аборта и женщины, которые не могли выносить ребенка и страдали бесплодием. Ничего себе. Да. И вот это вот я увидела, ну, вот эти весы. Вот девушки звонящие, они обычно по какой причине хотят расстаться с будущим ребенком? Ну, пугает материальный уровень, пугает то, что они не могут закончить учебу. Совсем молодые девушки очень боятся реакции родителей. Есть молодые женщины, у которых там, например, маленькие дети, и муж оставил. Ну, то есть тяжелая тоже материальная ситуация. Ну, когда начинаешь разговаривать, это как айсберг. Вот все причины названы, они вверху, а внизу много других, которые, ну, все вот эти внутренние конфликты, которые просто накапливались, и это был как звоночек, который позволил им подняться. Разговор с Еленой одновременно и умиротворял, и резал душу. Умиротворял от того, как светло и радостно Елена рассказывала мне о женщинах, которых лично ей удалось отговорить от убийства собственных детей. А резал тем, как по наблюдениям Елены легко многие готовы расстаться со своей беременностью. Будто внутри не живой человечек, а какой-то нарыв или больной зуб, который просто необходимо удалить, чтобы полегчало. Из-за этого работа на горячей линии – постоянный стресс, снять который сотрудникам помогает тоже Алексей Васильевич. Что это за человек? И чем должен обладать такой человек, который смог объединить людей, позвать их за собой ради такой проблемы? Не знаю, мне кажется, в первую очередь очень добрым сердцем и такой вот открытой душой. Я просто, когда Алексея Васильевича увидела, как-то очень тепло рядом с ним. И я думаю, что он может дарить вот это тепло людям, поэтому он этим занимается. Познакомите меня тогда с Алексеем Васильевичем? Да, конечно, пойдемте. Я проведу в наш офис благотворительного фонда защиты семьи, материнства и детства. Ух ты! Какие детки! Все в детях, слушайте. Сюда надо приводить мамочек, которые думают. Они посмотрят на всю эту красоту и, мне кажется, сразу все передумают делать обор. Тук-тук-тук! Здравствуйте! Проходите. Вот наш Алексей Васильевич. Очень приятно. Здравствуйте! Наконец-то мы до вас добрались. Здравствуйте! Меня зовут Ульяна. Алексей. А вы, наверное, с каким-то вопросом пришли. Ольга, я пришла в гости к Алексею Васильевичу поделиться своими успехами и поблагодарить фонд за успешную помощь. А, то есть вы уже... Уже на протяжении четырех лет фонд мне помогает, и я очень довольна. Ну, вы садитесь. Можно, да, я к вам тоже присяду? Пожалуйста. Ольга, у меня первый вопрос к вам. С каким вопросом и когда вы обратились в фонд? Я родила дочку. Как одинокая мама я обратилась в фонд. Потому что мне было очень сложно с дочкой одной. Я позвонила психологам в этот фонд. И мне дали телефон социального работника Тамары Николаевны. То есть вот по тому самому многоканальному телефону, вот этот 8800, вы по ним... А где вы узнали номер? В какой-то газете. Вот обратилась в эту службу. Мне оказывали материальную помощь. Вещевую, продовольственную. И также психологически поддерживали. Даже вот духовное направление мне дали. Что это значит? Духовное направление. Кому обратиться, кому молиться, чтобы всё-таки вот семья у меня создалась. Создалась семья-то? И в итоге, да, вот. 26 апреля 2011 года я вышла замуж. То есть вот. Только не за родного отца, а ребёнка. И сейчас жду второго ребёнка. Да вы что! Ой, как здорово. Десять недель беременности. Спасибо. Я очень довольна, что в итоге была вначале такой одинокой, беспомощной. А в итоге удалось создать семью. Алексей Васильевич, я когда начинала делать эту передачу, я думала, да, ну, всё-таки у вас таким слоганом, да, идёт, что жизнь, мы против абортов, мы за жизнь, мы за рождение ребёнка. Я думала, что здесь всё уходит только туда. А теперь получается, развитие-то у вас намного больше. То есть вы не только спасаете женщин от того, чтобы они не делали аборты. А вы ещё что делаете? Ну, вот знаете, что значит делать аборт? Просто отговаривать от абортов и при этом не показывать, как можно жить и как нужно жить, да, это бесполезно. Мы говорим, нельзя делать. Почему? Ну, она же родила, то есть вы добились своей цели? Хорошо, нет. Так мы же не просто добиваемся. Вот мы говорим, нельзя делать. Вот, и мы готовы помочь, да, готовы помочь для того, чтобы родился ребёнок. Ну, как помочь, да? Кому-то советом, кому-то там финансово, кому-то какими-то делами, да, кому-то с работой. Мы же не бросаем человека на полпути, мы стараемся помочь там и с детскими садами, там, и с работой. А к вам может обратиться любая женщина? Любая. Движение, защиту жизни большое в России. Конечно, не такое большое, как за рубежом, но всё-таки есть. Вот у нас 51 регион входит, мы открыли ещё общероссийскую организацию, вот. И поэтому мы связываемся, если кто-то к нам позвонил с другого региона, мы связываемся с теми, кто со своими соратниками. То есть у вас уже эти филиалы пошли, да, по России? Да. Вот я, кстати, обратила внимание, у вас висит карта с ложочками. Да, это вот. Это как раз и есть вот те самые филиалы, о которых мы сейчас говорим. Да, ну и в ближнем зарубежье уже. Это Казахстан, Украина, Белоруссия. Я смотрела на карту и вдумывалась представить только такие маленькие флажки, а ведь за каждым из них десятки новых человеческих жизней. Жизней, которых без этой вот тёплой искренней поддержки могло не быть. Как строится ваша работа? Вот что это такое? Что вы делаете? Вы же на телефонные звонки не отвечаете, как вот Елена. Иногда приходится. Да, даже на телефон звонки? Да. А что вы говорите? Иногда приходится здесь беседовать, люди приходят и говорят, вот мы о вас узнали, и садятся, и начинают вот. Плачут? Да, и плачут. Мужчины же не выносят женских слёз, что вы делаете в этот момент? Ну мы слёзы утираем им. Вот на самом деле это, конечно, не так смешно, как вот. Это правда. Потому что это горько. Алексей Васильевич, я вот сейчас прошла там по коридору. Памперсы лежат там, я обратила внимание, для какой-то девочки, видимо. Это всё деньги. Пусть они единичные, может быть, кажется, мало, да, там памперсы отдельно, 200 рублей. Если всё это собрать, это будет вот такая вот куча денег. Где вы их берёте? Ну, мир не без добрых людей. В наше время всё-таки есть ещё люди, которые готовы пожертвовать. Вот мы, в общем-то, у нас есть договорённости с различными магазинами, торговыми сетями большими, да. Мы у них поставили свои вот ящики для пожертвования. И люди, которые хотят помочь в это, да, они ложат, вносят свою. А кто вы вообще были в жизни? Я хочу вот просто найти то зёрнышко, когда зародилась вот эта идея, пойти сменить направление и пойти другой тропинкой. Ну, да не знаю, ну, в жизни я был человеком, в первую очередь, да. Потому что тут у меня пятеро детей. Мне тоже нужно какое-то внимание, тоже нужно. Поэтому оттуда всё и складывается. Если бы Алексей Васильевич был одиноким, принадлежащим только самому себе человеком, многим его стремление понять было бы проще. Но имея такую большую семью, на протяжении долгих лет разрываться между двумя городами. Я пригласила Алексея Васильевича немного пройтись, чтобы, когда мы останемся наедине, задать один единственный, очень простой, но очень личный вопрос. Алексей Васильевич, а зачем вам нужно вот это всё? Да не знаю. Знаете? Да нет, не знаю. На самом деле не знаю, зачем мне всё это нужно. Иногда хочется всё бросить, потому что думаешь, ну, зачем мне всё это нужно, да? Казалось бы, можно деньги зарабатывать, можно там заняться чем-то, может быть, для себя полезным. А тут за кого-то думаешь, переживаешь, там, помогаешь ему в этой жизни устроиться. Поэтому, конечно же, нужно, наверное, нужно для самого себя, чтобы себя чувствовать в первую очередь человеком. А по-другому не получается человеком чувствовать? Ну, нет, но мы же живём в обществе, мы все друг за друга ответственны. Спасибо вам большое. Нет, а за что? За то, что вы делаете. За то, что своим примером показываете, и мне в том числе. За то, что есть на кого равняться, на таких людей, как вы. Вот за это. Очень просто пройти мимо беременной женщины, которые обстоятельства толкают на страшный шаг, пожать плечами и сказать, ну что ж, это её выбор. И намного сложнее прийти на помощь совершенно незнакомому человеку, принять участие в её судьбе, попробовать объяснить, что есть и другой выход, единственно правильный. И всё это ради одного, ради новой жизни. Это была программа «Разыскиваются добрые люди». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова